Ротер! 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 Молодец! Всем командам образец скандирует детвора на играх гонзболисток Ротера. Ну а мы начинаем наш рассказ об игре футболистов Ротера против футболистов французского Генгама, клуба-дебютанты сезона 95 во французском первом дивизионе. Безусловно, у французов была своя точка зрения по этому поводу. Ротер-то молодец, но и мы, французы, не хуже. Причем Нант и Бордо в 94-м и в 95-м уже это доказали, обыграв по итогам двух встреч Вагоградский клуб. Это был розыгрыш кубка УЕФА. Здесь же предварительная стадия этого кубка – кубок Интертото. В каких составах вышли команды на этот матч? Французы. Вратарь Юг, номер первый. Слева играл защитник Кандела. Справа Лас-Паль. В центре обороны два легионера. Марек Южек, поигравший в Легии в прошлом году, и Георгий Михали. Южек-поляк, Михали Румын. А вы только что видели опасный выпад французов. Они отнюдь не стушевались из первых минут матча, в отличие от игры с Ласком. Волгоградцам пришлось ощутить на себе всю опасность их выпадов. Причем выпады были и так очень быстрыми, и в то же время весьма опасными. Атакуют уже Волгоградцы. На 16-й минуте быстрая двухходовка Нидергаус-Веретенников. Мяч, словно пушечное ядро, свистит рядом со штангой. В центре полузащиты Мишель и Барре, номер 6 и номер 8. Справа играл полузащитник Коридон. В нападении Лионель Руксель, номер 9, Корно, номер 10 и Орловиль, номер 11. Очередная ошибка обороны Волгоградцев. И лишь Корнеец, вновь игравший последнего защитника, отводит угрозу от ворот. Но ненадолго. Вновь французы весьма настырно атакуют ворота Саморукова. Наш галкипер на месте. Волгоградцев состав был привычный по последним матчам. Шмарко, ворота, как вы поняли, Андрей Саморуков. Второй номер Шмарко, третий Абрамов, четвертый Тищенко, Беркетов пятый, Борзенков шестой, седьмой Корнеец, восьмой Нидергаус, Веретенников и Зернов. И вновь острая атака гостей. И вновь на сей раз обошлось. Веретенников номер девятый в атаке, Зернов и Нидергаус. Одинший номер Геннадий Орбум. Вот так вот небрежно играли волгоградцы в начале матча. И Андрею Саморукову пришлось потрудиться весьма и весьма много. Особенно в самом начале матча. Тяжело переходили волгоградцы половину на половину поля гостей. По-моему, чересчур часто используя дальние забросы на быстрых Нидергауса и Зернова. Французы прочитали быстренько эту нехитрую тактику. И особых проблем она им не доставляла. Вся игра прошла в жестких единоборствах. Утверждение о том, что французский футбол это мягкий техничный. Да, с техникой у французов все в порядке. Но уступать в единоборствах никогда и ни за что. Конец первого тайма. Зернов бьет. Попадает во вратаря Юга. Повторный удар Нидергауса вновь отражает вратарь Генгама. Да, дерзкий дебютант сезона 95-го, в котором Генгам сыграл дважды в ничью с ПСЖ. Это уже говорит о чем-то. Обыграл 3-0 на своем поле Сент-Этьен. И в Волгограде отнюдь не выглядел командой для битья. Атакует волгоградцы. Но особых проблем, повторюсь, перед обороной Генгама поставить не смогли. Безусловно, сказывается напряженный ритм игр волгоградцев. И вновь очередной провал в обороне. И лишь самотвержный бросок Саморукова в ноги Леонеля Рукцелева отводит угрозу от ворот ротора. Это концовка первого тайма. Очень активен, надо было отметить, очень активен на правом фланге был Виталий Абрамов. Именно его проход завершился прострелом в штрафную. Далее Зернов отбрасывает мяч Нидергаусу. И вновь у Владимира неточный завершающий удар. Да, вторая явная верная возможность в первом тайме отличиться у восьмерки ротора. И вновь не повезло. Идет последняя минута первого тайма. Тищенко забрасывает мяч вперед. Попадает мяч к Александру Зернову. Трудно сказать, было ли не было нарушения в этом данном случае. Но, пытаясь создать искусственное положение вне игры, проваливаются и Борзенков, и Шмарко, и Корнеец. Выход один в один. Орловиле и 0-1 после первого тайма. Все как в первой игре в Кубке Уэфа для Волгоградского ротора в сентябре 1994-го. Когда Волгоградцы первыми пропустили мяч от французского Нанта. Мяч забил тогда Николя Уэдек. Второй тайм. Да нет, французы отсиживаться во вороне отнюдь не собираются. Вышедший на замену Асадур Ян. И вновь проблема. И вновь неуверенно чувствует себя оборона Волгоградцев. Вновь опасный момент у ворота Самарукова. Но это чересчур уже грубо. Арбитр Полин. Немецкий судья Дардоне показывает желтую карточку игроку Генгри. Гамма. Нидергаус подает штрафной. Удар Звернова не точен. Хотелось бы отметить и уверенную игру французов на втором этаже. В этом компоненте, опять же, на мой взгляд, они переиграли Волгоградцев. Переигрывали. А далее на 53-й минуте Нидергаус вновь у мяча. Очередное нарушение правил французами приводит к тому, что после подачи мяча Нидергауса Александр Звернов, сыграв напережение, заставил французского защитника отправить мяч в собственные ворота. Один-один. И почти 40 минут для того, чтобы разобраться со своим соперником и доказать, кто же все-таки хозяин на этом поле. На поле центрального стадиона в Волгограде. Волгоградцы наращивают ритм атак. Дело в том, что все-таки французы команда весьма техничная. И вновь очередной провал в обороне приводит к тому, что в разреженном пространстве, когда все игроки ротора стремляются вперед, Орловиль вновь едва не наказывает оборону. Удар отражает саморуков. Завелся, к сожалению, Владимир Нибергаус. И вполне, вполне заслуженно в этом эпизоде мог получить желтую карточку от арбитра. Но не получается игра, ну что делать? Ну, чувства тренера, думается, передавать здесь не стоит. Они всем понятны и ясны. Вроде бы надо было прибавить, но... Вновь повторюсь, практически полтора месяца ротор играет в таком сумасшедшем ритме, в котором приходится за неделю проводить по две игры. Ну куда это? Очень тяжело. И матчи на первенство России, матчи на Кубок Интернатор. Буквально в ближайшее время игры на Кубок России. Несмотря ни на что, ротор рвется. Рвется вперед. На удивление, откуда берутся силы. Достаточно спокойно отражают французы этот натиск. Уверен и надежен на последнем рубеже обороны вратарь Юг. Ну а французы прятут свои кружева в центре поля. Особенно не стремясь к воротам Саморукова. Ну раз выдается такой шанс, то почему бы и нет? Да. И вновь Орловиль. Вновь Орловиль выходит на ударную позицию, бьет. И едва кончиками пальцев Саморуков все-таки переводит мяч через перекладину. Отлегло от сердца. Да, словно рыбки-пираньи рвут на части оборону ротора в гости. А что же ротор? Нет. Нет. Когда на психологическую усталость накладывалось еще и физическое, то даже самые техничные игроки совершают ошибки. Этих ошибок волгоградцы в этом матче совершили уйму. В принципе, их можно понять. Повторюсь, тяжело, очень тяжело пришлось волгоградцам в этом сезоне. Команда ставит перед собой самые высокие цели. Вполне реальна борьба и за первое место, за чемпионство в первенстве России. Уж раз ввязались в бой, не хочется уступать и на стадии Кубка Интертото, дабы выйти в Кубок Уэфа. А потому ротор рвется вперед. Хотя несколько суматошно и сумбурно выглядит этот натиск, но шансы были. Смотрите сами, какая сумятица в штрафной площадке французов. Обошлось. На сей раз для французов. Да, третий год. В 94-м Нант, в 95-м Бордо, в 96-м Генган. И хотя этот клуб особо неизвестен, в отличие не от Нанта, в отличие от Бордо, но французы представили командой весьма умной, впрочем, как и все французские клубы техничной. Единственное, что отметил на пресс-конференции после матча тренер Францис Смиренский, то, что команда во втором тайме, по его словам, не до конца выполнила тактическую установку. Все же рванулись вперед французы и увидели сами, что у Роттера были возможности наказать соперника. Ни Виктор Прокопенко, ни Францис Смирецкий оценки своим игрокам выставлять не стали. Виктор Прокопенко сказал, что команда, по его мнению, сыграла где-то на троечку. И тому есть объяснение. И последняя минута матча. Отлично сыграл Максим Тищенко. На опережение заставил ошибиться французского игрока пас Илюшину. Его удар, ну как же так, Сережа? Буквально с пяти метров попадает за лотаря Юга. Тот отбивает, но набежавший Тищенко заколачивает мяч в сетку. 2-1. Десять минут до конца матча. Атаки Роттера не утихают. Влагоградцы рвутся вперед. Жесткие единоборства, столкновения. Нидергаус. Нашел щелочку в оборонитых порядках гостей. Нет, удар Веретенникова, ну не везет. Что тут делать? Приходится во вратаря Юга. Итак, 20 августа ответная игра.